Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я хочу вам рассказать о вышедшей недавно игре Urban Empire. В общем-то, я делал два стрима по ней, так что за геймплеем отправляю вас посмотреть запись этих стримов. Ссылка, как всегда, появляется в верхнем правом углу, ну или в описании к видео. Это же обзор, рецензия, поиграв усиленно несколько дней, готов высказать свое мнение. Вы знаете, я немного обескуражен и сконфужен, потому что на моей памяти Urban Empire первая игра, которая мне понравилась, я в нее с удовольствием играл, явно буду еще играть, но которую я вам не рекомендую. Либо рекомендую очень небольшому количеству людей. И мне вот сейчас надо постараться так сделать обзор, чтобы вы поняли, кому эта игра подойдет, а кому не очень. Чтобы вы понимали, на данный момент в Стиме у игры только 49% положительных отзывов. При этом лично я эту игру купил за собственные деньги. Как вы, наверное, знаете, многим обзорщикам, я в том числе, большинство игр присылают разработчики, либо мне их дарят мои подписчики, на Urban Empire я потратил свои собственные деньги. И у игры больше половины отзывов отрицательные. И при этом она мне понравилась. Вот реально очень странно. Итак, давайте выяснять, в чем тут прикол. Вначале нам преподносили игру как градостроительный симулятор с некоторыми элементами управления советом, с голосованиями, с прочим. А так как игру издает Calypso Media, компания, поднаторевшая в выпуске многих интересных стратегий, например, серии Tropico или третьих Disciples, то, в общем-то, я и ждал от Urban Empire чего-то необычного. И на самом деле я это получил. По-хорошему, это все-таки не градостроительный симулятор, потому что строить вы тут очень мало. И планированием города практически не занимаетесь. Давайте начнем вообще с самого начала. Вы правитель города на протяжении 200 лет. При этом вы еще управляете своей собственной династией, которая, в общем-то, и является мэрами этого города, потому что на ваших глазах сменяется 5 представителей этой династии. Такая мини-РПГ внутри игры. 4 семьи, они там со своими особенностями. Плюс вы еще можете выбрать из трех карт одну, на которой будете играть. От этой карты, ну, зависит только расположение районов вашего будущего города. И, в общем-то, все, что вы можете строить в игре, это районы разных размеров, и то не больше 25 га. И внутри этих районов некоторые здания. И то это, знаете, совершенно необязательные условия. И на самом деле игра превращается не в градостроительный симулятор, а в симулятор управления советом этого города. Потому что все решения, все постройки проходят в любом случае через совет. Без разрешения совета вы ничего построить, не изменить налоги, не принять какие-то постановления не можете. В совете 61 человек. В начале три партии, потом с течения игры этих партий становится больше. И вот лавируя между пожеланиями партий и потребностями города, вы занимаетесь его развитием. Когда игру анонсировали, вообще вот это все звучало очень заманчиво. После того, как мы получили финальный результат, все-таки оказалось не все так классно, но, опять повторю, мне результат понравился. При этом я прекрасно понимаю тех людей, которые понаписывали кучу отрицательных отзывов в Стиме. И я тоже полностью с ними согласен. Ну, большинство вообще, большинство отрицательных отзывов про то, что игра очень скучная, и в ней непонятно, как играть. В общем-то, первая претензия, она всегда вытекает из второй. Если вам что-то непонятно, то вам и становится скучно. Если вам не хочется разбираться в итоге, вот если вас не интересует эта тема, то вам этого и не надо по-хорошему. Я думаю, что большинство людей действительно думали, что это будет градостроительный симулятор, а его тут нету. А вот эта тема с выборами, с голосованием, с наблюдением о том, как этот выбор потом влияет на развитие города, не так уж и многим людям понравится. Тем более, что не все видят реально, как это голосование влияет, потому что многие пишут в отзывах, мол, проходит голосование, и оно ни на что не влияет абсолютно. Просто люди не видят, как эта механика действует. И это еще один из главнейших минусов этой игры, в том, что она крайне неинформативна. Здесь проблема с интерфейсом, и проблема в том, чтобы объяснять играющему, как то или иное ваше действие повлияло на город. А действия действительно влияют. И я, сыграв в партии 10, наверное, уже, могу точно сказать, что разные голосования, разное представительство партий в парламенте вашего города будут делать вашу игру абсолютно разной. А партии в вашем городе влияют от того, какие у вас жители в городе, того, как вы его развиваете. То есть это все настолько между собой взаимосвязано, что за этим действительно интересно наблюдать. Но только когда вы понимаете, где за этим надо наблюдать и что делать. И опять же повторю, тут много чего неинформативно. То есть тут действительно много механик, много событий. Но поначалу вы просто что-то делаете, что-то голосуете, и вы не понимаете, что происходит, блин? Тут еще свою лепту вносит ужасная локализация, опять же. Некоторые... В некоторых моментах просто половина предложений пропала куда-то. Так-то можно, конечно, догадаться, что тут написано, но когда игра и так не очень дружелюбная с новым игроком, еще и такие проблемы от локализации получать нафиг надо. А вот у 2GIS проблем с локализацией нету никаких. Они, наоборот, решают ваши проблемы, потому что в этом каталоге справочники организации и карте городов появился определитель номера. Теперь, если у вас установлен 2GIS, и вам звонят из какой-нибудь организации, у вас сразу на экране высветится верная информация. Так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте под свою платформу. 2GIS, если быть точным. На самом деле, я бы эту игру назвал скорее политическим симулятором, чем градостроительным. И очень хорошо, что разработчики сосредоточились просто на одном городе. То есть тут можно отмести много проблем, о которых голосуют реальные всякие парламенты, и заниматься вот только развитием города. И смотреть, как ваши решения, которые вы либо пытаетесь протолкнуть через парламент, это совет называется в городе, через совет, либо которые проходят без вашего участия. А напоминаю, в совете будут заседать такие партии, за которые голосуют жители вашего города. Есть несколько веток, которые, ну, продвигают равноправие женщин, равноправие детей, равноправие гомосексуалистов, естественно. Это отдельные такие ветки для определенной победы. Кстати, вот тоже хорошая тема, что тут несколько вариантов победы. Там тоже научная, экономическая, социальная. Я пока смог победить только тем, что дошел до последней эры. То есть я прошел все эры с 1820 по 2020 год. То есть у вас игра длится только 200 лет в любом случае. И если вас не турнут с постам эра, то в итоге считается, что вы победили. Ну так вот, в каждой игре меня совет совершенно по-разному реагировал вот на эти законы. В одной радостно всех геев под крылышко и женщин делать равноправными, но при этом почему-то очень плохо относились к тому, чтобы ограничить детский труд. В другой игре вообще чисто консервативный совет получился. Они все против всех этих либеральных штук голосовали. Ну, я так говорю почему-то, если вы анализируете, что происходит в игре, это видно почему. И вот это мне кажется интересным. Но я понимаю, что многие люди ждали от этой игры чего-то в виде City Skylines. Только если у City Skylines был упор на регулирование трафика в городе, то в Urban Empire люди думали, будет просто фишка именно вот в этом совете и дипломатии, в голосовании и прочем. Тут же оказалось, что это скорее симулятор политики с легким добавлением возможности строительства города. Если вы смотрели мой стрим, ну или будете еще смотреть, то обратили внимание, что у меня там были дикие проблемы с экономикой. Я постоянно сидел в каких-то жутких минусах, и не очень понятно, откуда и куда девались деньги. В отличие от того же City Skylines, где наоборот непонятно, куда девать деньги, потому что ты в постоянном каком-то плюсе, у тебя все хорошо. Ну и тут оказалось все довольно просто, но и есть минус опять же в игре. Я вам рекомендую для начала тупо строить районы вообще без ничего. Ну вначале вам понадобится в любом случае ратушу построить в районе, а потом, как только у вас появляются деньги, то есть вы построили район, у вас ушло в минус, но потом, если вы ничего не делаете, все равно постоянно ваш баланс выходит в плюс. Все вышло в плюс, вы видите, что баланс не меняется. Зайдите в графике, посмотрите, что произошло. Что вам приносит доход, что не приносит, и сразу строите следующий район. И так вот заполните все место на карте районами, вы будете в плюсе и в довольно большом. И потом постепенно уже смотрите за потребностями, что вам требуется по районам, где индустриальные, где коммерческие, где жилые. И таким образом регулируйте, увеличивайте плотность. И минус игры в том, что здесь очень сильно экономика, точнее, лучше так сказать, действия в игре очень сильно, существенно, какой еще синоним подобрать, критически влияют на экономику. Вы можете чуть-чуть что-то подправить, и вы внезапно в дикий минус уходите. Потом чуть-чуть что-то вернуть обратное, и в дикий плюс выходите. То у вас было там минус 100 тысяч вход, ну там, это не пошаговая стратегия, естественно. Приняли закон, стало плюс 100 тысяч вход. Причем интересно, что здесь экономика... Ну, вот эти все минусы, они скорее из-за недостатка времени на отшлифовку баланса, естественно. Но все равно экономика здесь интереснее построена, чем в том же Cities Skylines. Вот в какой еще игре вы в последнее время видели такое? Вы повышаете налог жителям, повышаете жителям налоги, и у вас предприятия начинают закрываться, потому что у жителей стало меньше денег на то, чтобы в этих предприятиях что-то покупать, и эти предприятия стали банкротиться. То есть вот эта цепочка экономическая в Urban Empire реально работает. И вот мне за этим и наблюдать интересно, и разбираться в этом интересно. Но я прекрасно понимаю, что, возможно, таких немного отмороженных людей очень и очень немного. И это, опять же, не симулятор экономики, это симулятор, скорее, политики. При этом, немного разобравшись, вам становится легко играть. То есть вы уже будете легко держать экономику в плюсе, и вызовов экономическая модель, вам бросать не будем. Но ведь это все правится патчами. Разработчики посмотрят на реакцию публики и изменят. То есть вот самое главное тут это поправить экономику и сделать процесс играния визуально более понятным. Кстати, про визуальный стиль. Графика, конечно, устаревшая, но при этом игра требует 12 гигабайт памяти и реально к концу игры начинает притормаживать. На моем компьютере, ну я не скажу, что у меня какая-то грустная конфигурация, довольно средняя. Тем не менее, среди жалоб есть и то, что игра не оптимизирована действительно. С этим я абсолютно согласен, потому что вот то, что вы видите на экране, должно идти, блин, на 4 гигабайтах памяти в максимальных настройках. Ну согласитесь, 6 целый выглядит просто на порядок лучше, например, чем вот это. А требования там меньше. Я не хочу вдаваться прям в подробности игрового процесса, рассказывать, как вы можете влиять на партии, какие здания строить и прочее, прочее. Мне кажется, в этом интереснее разбираться, либо, опять же, мой стрим посмотреть. И вообще, вот разобравшись несколько с игрой, я бы сказал, что механики здесь не такие уж и сложные. И знаете, где эта игра была бы офигенна? На планшетах, только не с такой графикой, а с 2D графикой какой-нибудь такой яркой. И вот со всеми вот этими сохранившимися голосованиями, постановкой зданий. То есть тут даже не надо выбирать размеры районов по-хорошему. Просто дайте возможность их покупать, голосовать. И это, мне кажется, была бы замечательная планшетная игра. Но долгая планшетная игра. Все-таки я сторонник того, что на мобильных устройствах играть какие-нибудь быстрые вещи. Мне кажется, что Urban Empire стоило выпустить с более простой графикой. Не тратить ресурсы на вот эти трехмерия, тем более, что они очень сильно ограничили покупателей в системных требованиях к компьютерам. Ну и цену сделать поменьше. Для российского сегмента 700 рублей она стоит. Ну, возможно, 700 рублей, я соглашусь, что нормально. Просто я вижу, что в США, например, она 40 долларов, а в Европе 45 евро. Игра точно понравится всяким любителям скруплезно разбирать механики, в чем, что на что влияет, откуда идет убыток, откуда прибыль. Но здесь опять проблемы с интерфейсом имеются. Потому что графиков куча, куча информации, но подана она очень по-дурацки. Хотя я этот уже недостаток упоминал. В общем-то, два главных недостатка этой игры. Первое. Она не для всех. Просто имейте в виду, что это не градостроительный симулятор, который раз говорю. И второе. Здесь большие проблемы с интерфейсом. И с пояснением, что влияет на... Какие решения влияют на действия вашего города и каким образом. Но если вы сможете через это продраться, и вас интересует тема управления городами политически, то мне кажется, вы от игры получите удовольствие. А еще знаете, что вот подкупает в Urban Empire? То, что мне вот, наверное, на ум не приходит вообще никакого аналога. То есть ребята придумали какой-то новый жанр, новые механизмы развлечения. И, по-моему, совершенно понятно, что тут могут быть какие-то проблемы. Я не могу вам сказать, что, типа, не играйте в Urban Empire, а играйте в какую-то другую игру. Потому что нету ничего похожего. В этом тоже, ну, есть причина немного к игре относиться снисходительнее. Ну, надеюсь, я смог до вас донести, нужно ли вам обращать внимание свое на эту игру или нет. В любом случае, пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится, и о нем узнают другие люди. Ну, а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.